Девушки отдыхают 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 и кажется, что он уходит туда в воздух дальше, и кажется, что город, вот, земля дальше заворачивается. Это вот положение Минска такое редкое, и как раз из Минска начинаются все реки, они, в Беларуси вообще регион такой центробежный, в смысле личной сети, если наш центростребительный, Беларуси Край, да, собираются всего на Федерли, дальше в Якутич-Якутич, вот, а там наоборот все от Минска, и по-другому совершенно город выглядит. Это Брезидентский дворец Лукашенко, и здесь нельзя монотографировать, тоже чистота, если вы видите монотографию, когда кто-то подойдет в Брезиденте, скажешь, что нельзя. Вот такие улицы чистенькие, центр города, небольшая река Свисноч, это пыль, вар, мы уже здесь варнули, и здесь уже освободился тогда, и понятно, что Беларусь более теплая, чем Бернский край. Конечно, это почти наша широта, чуточку может быть тяжелее, но если у нас еще снег был, а там, конечно, снега нет, и даже там же солнцевой климат, и даже с небалтийских языков Беларусь и Балтийская Россия переводит. Вот метро, посмотрите название, какие остановы, парк Челюстницев, спортивная, пушкинская, первомайская, пролетарская, партизанская и так далее, и так далее. Вот метро, объявления такие, например, что требуется программист, а зарплата, ну, пересчитывая наши деньги, там 10 тысяч рублей, то есть зарплата невысокая там. Даже, даже, вот уже квалифицированные люди, но все там работают, все предприятия работают, а парк, у нас зовут гроши, то есть, в общем, будут лишены. Понятно, что Беларусь и люди могут путешествовать особенно сильно, но, по крайней мере, в этом плане все хорошо. Зданий новых мало, но вот это здание совершенно новое, библиотека Минская, она в форме кристалла, как бы алмаз, то есть знание, это вообще какой-то бриллиант главный. И вот огромное здание, интерпросу-тровая площадка, это библиотека государственная. А оттуда открывается литведь и Минская, дальше он переходит в лес и дальше в равнины. В отличие от Беларуси, если Беларусь какая-то, понимаете, она какая-то организованная. Но вот, например, белорусские подрубничники, даже в марте, они были одеты по-зимнему, строго и филорами, строго проверяли, электричка и все, да, то литовцы, наоборот, что-то неформально, в каких-то пуловерах, что-то такое, улыбались, внимательно не обращали на документы какие-то. В Новоруссии в газете я прочитал, что Улыбушенко пишет, я согласен умереть за Россию. Единственный президент, насколько я знаю, согласен умереть за Россию, за другое государство. Потом там была встреча наших полицейских и их милицей, и наши пишут в их газетах о том, что, конечно, вам хорошо, вы можете обидеть день, уничтожить весь криминализм, а мы, вот, дескать, у нас это большие проблемы. То есть там нет практически никаких случаев, таких преступников. Ещё там, что понравилось, например, на площади вокзаны, тоже экран, имена написано там, «В Белоруссии сейчас 669 брошенных детей в детских домах». Вот такие портреты, то есть прямо досконально, такой-то там, Ваня, такой-то, и это так. Вот, на сегодняшний день там 669 брошенных детей. И что-то там дарят в год завтра, что-то обоздают, он умолит. И какая-то покупательница что-то спросила издалека, что вы туда подадите. Я же вам сказала «женщина». То есть клиентно-ориентированная, конечно, весь сервис. Литва. Ну, Литва. Вот это как раз президентский дворец. Логан Шабронов окрифирует спокойненько. И, ну, опять же, здесь сразу видно какая-то обшарпанья. Вот это, наверное, с президентским дворцом. Видите? Фасады и мостовые многие не ремонтированы, а дороги выглядят… Я не скажу, что там мусора много. Ну, конечно, больше, чем в Беларуси. Беларуси вообще нет. В Литве не чувствуется, что есть. Хотя раньше говорят, что едва была чище. И видно, что в Беларуси денег нет. Особенно по-кранскому, что там вообще живут в центральных кварталах. В Литве мне нравится. Это просто такие трогательные цветы в определенных кулечках с водой. Да? И цветы растут в них. Это дешево, так красиво. И головой снимаешь, что это не горшок все-таки болтается. Апределенные кулечки. Все дешево. Это главный символ Литвы. Ваши гильдерлины или гильдерлины. А остаток брежней крепости, которая возвращается от Вильнюса. Вильнюс находится на реке Нярис. Там, где река Вилья, называется Нярис. Здесь располагаются наши гильдерлины. Что вам нравится? Вот там новый район. Он с одной стороны реки. Старый город с другой стороны реки. И получается диалог старого и нового. И загружается в старый доцентр. И как-то смотрится все логично и неприятно. Это вот видно новый центр. А старая эта часть, она находится с другой стороны Нярисы. Вильнюс это город вообще барокко. Что там самое главное и интересное. Это католические церкви в таком стиле. Именно барокко. Больше роскошного. Особенно центральные улицы. Вот такие вот костелы следуют одежды в реке. Один краше другого. И они все наряда. Чувствую, если в Нярисе нет бомжей совершенно, мы не видим, да? Здесь они есть. Но они не такие, как у нас. Эти бомжи, как правило, если в Привалтике ходят в чем-то таком не ярком, а одеваются какие-то цвета темные, постели, еще какие-то. Вот если вызывающе ярко, красный, это зачем бомжи? Причем он от него не пахнет ничем. И мне местные жители говорили, тебе не кажется, что если ты видишь бомжа, от него энергетика идет положительная. Что он, например, как, скажем, видит собака домашняя, ему облицелечивает. Все это здорово. А он идет, от него здорово. Я говорю, наверное, это ваше только. А при этом у нас здоровья нет. У наших бомжах. Вот это классический тоже. И довольно-таки встречаешь его есть мусорная, какой-то мусорный ящик, и там человек может рыться на нем. То есть вот такое есть. А что касается отношения? Отношения очень прекрасные. И таксисты, и местные жители, и многие говорят по-русски, если раньше считалось, что могут отвернуться этими, сейчас ни разу не встречались, что было какое-то отношение приближительное. С удовольствием обучаются, с удовольствием, так сказать, везде-везде, и даже необязательные сервисы, каких-то обучениях, просто обруются. С видовским языком у нас плохо, поэтому на русском и нас же отвечают. Это будет супругленно. Наша машина, я что хочу сказать, что это настолько там хорошая, хороший культурный ландшафт, что можно заехать на любую, скажем, лесную просеку, причем это конец марта. Представляете, вот сейчас на машине низкосидящей разве вы можете съехать с асфальтированной дороги и поехать, скажем, на лесосеку, да? Нет, а там спокойно, если вы захотели где-то поесть, где угодно, вы сворачиваете в лес, видите, что здесь действительно лесосемка, ну, обычно это в мере уборки веток и еще чего-то, то есть там везде что-то, руки какие-то, санитарные, вообще лесозаготовка даже, да? Вот на лесозаготовке, и там спокойненько можно как на полянке разместиться, съесть в виде угодно, что-то приводит по арендам. В общем, какие вы ездите там? Сколько вам арендов машины? Нет, по арендовым механикам. Значит, аренда машины, мы заказывали ее здесь, чтобы было дешевле, и заказывали в частной компании. Вот это надо все спрашивать моей супруге, причем она не смогла сейчас прийти, но она бы как раз рассказала все детали, и цены, и прочее, прочее. В Литве цены, конечно, в вышедшем Белоруссии, нас не испугали, совершенно не испугали. То есть они все-таки такие, что можно как-то работникам образования их пережить. Вот если нужно какой-то маршрут составить в стране, то один из вариантов путешествия, начиная с центра во второй город, то есть из первого во второй. Обычно первый и второй, это два очень разных города. Обычно они друг от друга отталкиваются, друг к другу подъем стоят, и очень разные, как Москва, Санкт-Петербург, ну и так далее, там все, Рим, Милан, там, и прочее. Поэтому вот этот путь у нас был из Вильнюса, Элисов Каумас, и обычно между ними, если близкие такие места интересы, тогда мы слышим Тракай здесь. Ну, Тракай — это техневековый замок на озере, из Вильнюса в Каумас, наверное, километров, я думаю, около, ну, там, 150, может быть, 200, и другие. И вот Тракай Васильевич удивляет то, что во всех странах Прибалтики, если в Беларуси, и, конечно, это не так, то в Прибалтике почти не встречаешь людей, больше, мало людей. Ну, во-первых, конечно, это был не сезон по риске, это конец марта, это раз, а можно мы просто никуда-то делись. Это Людва, это какая она, красивая, красивая и приятная. Значит, Тракайский замок всепневековый, вокруг озера, это на острове, и озера замерзшие. Стены все раньше, конечно, были из самого подручного материала. Если стена, скажем, сложена из красивого камня или кирпича, то это, скорее всего, новый дел. А если она вот такая, из больших камней, много мелких, то запомнилось, что она и старая, потому что раньше делали стены из чего угодно. Видите, когда путешествуешь с детьми, то надо обязательно, чтобы были моменты, где им интересно. Интересно, например, покидать что-нибудь в ледяное озеро, поколотить палкой, покормить удочек. То есть, через каждый час смотришь и планируешь для них мероприятия. Там, конечно, на каждом столбе в Балтике гнезда аиста. Гнезда аиста? Тоже приятно. Каунас. В Каунасе, что интересно, Каунас располагается в главном месте Литвы, где сливаются самые главные реки. Нярис и Нема. И вот эта стрелка, вот эта стрелка, я хочу вот сказать, о чем. Очень важное место, в Литве, где реки сливаются. У нас этого не знают. Понимаете? У нас если реки сливаются, там делают обязательно карьер по добыче песка. У нас, ну вот, водохранилище, правда, в своей скорби, потому что сейчас, ну, когда водохранилище, это не чувствуется. Два потока, они, как правило, разного цвета, разной там, скорости, и так далее. То есть, когда реки сливаются, это очень интересное место. И вот в Каунасе, это, конечно, как мы знаем. И вот из парка уходит такая дорожка на эту стрелку, где сливаются реки. Она каждый день меняется, потому что река то лучше, то и ниже, соответственно, она все время умножается, и люди просто инстинктивно туда идут. Потому что река это энергетическая зона, где сливаются, это место оздоравливает. Не говоря о том, что там просто красиво, просто так романтично, ну люди просто все инстинктивно из парка идут туда, их туда тянут. Вот. А у нас, например, ну найдите хоть одно слияние у нас. Вот кто по часовой сплавлялся, тот знает слияние, скажем, кой вы часовой, где самый у нас большой галличник находится. Или на всех картах России видно слияние вишеры и камни, да? И к любой приезжающей там его расскажут, ну, наверное, классное место у вас, но никто никогда там не был, туда там никто никогда не придет, там вокруг леса, и просто людям это не надо. А на самом деле это очень интересно. Ну вот, скажем, где находится слияние бабки и войны, например, кэшифи и камни, да? Где она? Ну никто не знает, это там в трубе канализационных. Ну и архитдоксы. Там, конечно, очень интересно вся вот эта уличная мебель, и просто скамейка там, где можно полежать, из дерева что-то сделать и необычный. Необычный город. Так у нас, конечно, это все можно сделать, и у нас больше древесины. В Каунасе очень интересные улицы. Дома имеют крыши какие-то не симметричные, что ли. Если вот с Богом, особенно вечно, когда с Сар сядет солнце, посмотришь, как будто в сказке Бурадина какие-то крыши какие-то косенькие, и до того, приятно смотреть. Потом, здесь почему-то, в отличие от Белоруссии, как только начинает вечер, краснет весь свет. Понимаете, горько погружается в ладьбу, и так вот, видят те фонарики, фонарики такие желтенькие, то есть не скажешь, никакой подсветки там особой. Чтобы ярко горела улица центральная, никакого не будет. То есть экономия там нормальная. То есть просто так вот цвет не расходуется. Смотрите, с репейника делают вот такие вот всякие инсталляции на улице висят. Ну, то есть вот из подручного материала все очень красиво. А это просто один из домиков, где мы сняли комнату или дверь и остановились. Нижний этаж, как правило, остается 200 на верхних этажах живут люди. То есть они построили, видимо, дома, взяли кредиты или старые дома переоборудовали. И сами на верхних этажах, а на нижних этажах с удовольствием отпускают, если кто-то видит, по крайней мере. Оттуда открываются виды на город. Ну, какой-то хороший вид. Это вот тоже вот один из обедов наших лиц города от города Новгорода Бургуро, где иди в Петербург. На одной из лесосек. Видите, спокойно доехали. Никаких. А это уже мы приезжаем в Ладию. Мы решили таким образом приметься то есть вот этот Бель. Затем вот этот Минск. Дальше из Минска в Берию. Затем в Каунис. А дальше строго на север в Ригу. И когда мы выезжаем в Ладию, он попадает, прежде всего, в Елкаву. Что из себя представляет вообще? Чтобы понять город, надо понять, где он находится. Вот где находится Елкава? Это город уникальный тем, что снимается очень много речи и больших в одну, которая называется Елкава. И вот здесь находится Елкава. Что здесь интересно? Во-первых, наши церкви православные они в идеальном состоянии. Они буквально только что поделены. Почему-то в Лерке купола все голубые руки и сами в береге. Причем это небольшие города. Церковь такая же красивая в Бауске. Это маленький городок. Буквально 5300 до Елкавы. Это церковь в Елкаве. А если мы видим церковь литеранскую, грубо говоря, латвий, основной литеральной уже, они отличаются от католиков. Литва католическая, а в Латвий в основном литеранская. Хотя в Латвии тоже там и попольская часть больше. А вот уже как раз протестантские церкви не... Я бы не сказал, что они только что штукатурены и прочих, то есть они не сказать, что углубленные, а наши, конечно, сверкают. Дальше. Да. Вот это новое здание, которое строится, вот такие же, как у нас, в школе Белгарии. В Белгарии... Как-то я разговаривался с одной женщиной, с этой латышкой, и она мне рассказывала о том, как они сейчас живут. Она говорит о том, что у них большая проблема стоимости жилья. ее зарплата у нее минимальная зарплата, она работает в интернет-сервисе, и она получает минимальную зарплату, ее зарплаты хватает только на оплату отопления зимой. А там шерепейчество, газы, все прочее. То есть сейчас думаю о том, что в связи с тем, что высокая англата, многие переберутся в хутораре, в одну сельскую местность. И говорит о том, что все изучают школу латышский язык, и второй может быть язык, но второй или русский или английский. В основном выбирают английский, ну, кто-то выбирает русский, и тогда происходит вот такое, как бы, разделение на два мира, то есть кто выбирает английский, они уже русский совсем не понимают, чувствуют себя как-то комплексуют в русской степени, что русский не понимают раньше. как он такое разводит. Юрмала. Ну, а где находится Юрмала? Юрмала находится вот в чем помещается в основном Юрмала? Почему Юрмала? Ведь много на Балтийском море местече но именно Юрмала это не Юрмала. Потому что река река подходит к морю подходит к морю но не впадает в него а значит течет довольно таки много километров вдоль берега вдоль берега и создает на этом участке буквально может он шириной ну может быть 300 метров может 500 метров это полоса песка песчаных точек на море выносит песок и река выносит песок и здесь возникает уникальное место то есть полоса Юрм покрыта сесновым лесом в этом Юрмале и кто купался в Юрмале тот увидел посольный Юрмальский песочек вот у меня дочка младшая ей же сколько 30 она в пять лет купалась в Юрмале и она все время когда играет песочек кто там играл там вот потому что Юрмале представляет собой не город а как просто серый поселочек таких вот поселочек я уже не помню как называется Кеннери а и в этом уникальность этого места здесь уже немножко освободилось погода очень ветреная на это место немножко освободилась от льда уже и конечно никого нет потому что очень холодно и вот это вернули ну дети они везде играют им все нравится а это уже район Зинтери как раз и ну в курортном сезоне нет никого там нет вот это как раз в Зинтери есть тот зал где происходит некоторые здания конечно там ну такие вот обшарпаны Рига Рига находится рядом и самый большой город в Прибалтике вообще мы воспринимаем часто Прибалтику как единый район и раньше Прибалтику так и называли Дель Прибалки они обижались очень потому что они все очень разные и даже сейчас они не единым-то коллективом не считаются и не являются почему? потому что вот скажем латыши нам говорили что они обиживались на литовцев тем что литовцы испортили их имидж в Европе и когда ты говоришь приближаешь в Португалию вы из Литвы нет мы из Латвии вы из Литвы нет мы из Латвии хотя это народы единый язык у них почти один язык относится к балтийской группе и похожий очень правда вот они разные поверили исповедование а латыши хотят быть ближе к эстонцам хотя это разные совершенно языки но говорят эстонцы с нами не хотят вместе и эстонцы раньше обижались что говорили я из Эстонии а был я там у вас в Рике хотя Эстония совсем другая страна Рика располагается там и главная река страны главная река Таурова впадает внешне в землю вот здесь находится и и это вид сверху у нас старый город и вот вы видите вот это место это рынок очень интересный рынок где действительно ощущаешь какую-то атмосферу вообще такую приятную действительно и правильного сервиса и так далее вот это мост которым мы очень гордились раньше когда его построили через через Галгару вообще все реки в Прибалтике даже если они не слишком длинные а могут быть и коротенькие значит полмолодные очень полносольно в это время ну просто потому что и климат переходит в Москву много осадка это библиотека новая государственная вот такой форум особенный ведь это есть библиотека это что-то такое важное центральное и каждое государство хотело бы объявить и вон ее особый форум потому что особое место это центр города если раньше мне казалось что в Риге если в Талине старый город есть в Риге есть старые кварталы а в Юниусе казалось отдельное старое здание то сейчас все немножко продолжается и эти города как-то свой центр пытаются воссоздать что ли и в Риге уже эта старая Рига она в целом полновесная старый город много конечно много дел но восстановлены вот эти дома черноголовых это уже много дел их не было это старинные дома которые уже созданы сейчас вот как раз рыбные вот это ряды рыбные и так далее трамваи тоже такие довольно-таки старенькие латыши вообще не любят тратить деньги они считают каждый лад тогда да и вот им очень нравилось то что лад стоит очень дорого потому что он очень дорогая валюта в Европе сейчас не знаю вот вот смотрите как центральная часть вся отреставрирована очень хорошо и прогулки по старой Риге больше конечно запоминаются у меня были сейчас советские времена там друзья географы ну латыши эстонцы и так далее поэтому конечно я здесь встречался с сильнее и больше как они сейчас живут как работают но почему-то все эти люди которые работали в университетах сейчас уволены уволены например на пенсии скажем может человек с собой не пойдет работать скажем мусорщиком или где-то строитель если он бегает преподаватель он просто уволен там муж работает жена там скажем будет или даже душевных сторонник это талантливый и если посмотришь на улицах вот работают строители это лучше чтобы кто-то приезжий действительно занимался ремонтом фасадов то есть все это местные люди и даже уборка мусора все это местные люди похожи это Домский собор Домский собор конечно имеет особенно густику особенно орган орган есть везде но вот именно в Домском соборе он не повторит это тоже очень еще нюанс появилось в Европе много частных музеев человек энтузиаст все время что-то собирал и потом эту коллекцию выставляет этот музей становится очень окупаемым очень интересным очень быстро развивается то есть в музее нужна идея ее невозможно придумать скажем так государство будет сказать вот да мы вот это будем делать то есть все зависит от энтузиаста и эйфории и человека и вот здесь в музее одна женщина собирала все же связано с солнцем у каждого народа с солнцем есть какие-то ну все связано и праздники и так далее и атрибуки она после начала собирать все шестерное солнце в Латвии потихоньку ее стали присылать из других стран потом она выкупила сначала комнатку потом здесь первый этаж в одном доме на центральной улице и такой музей солнца до того интересный до того классный сколько там удовольствия и он маленький но там и проводят такие всякие мастер-классы и какие-то развлечения ну провести там полтора часа два часа просто идеально особенность с детьми ну вот мы с одной женщиной географии тоже тут около реки вроде по окрестницам мы смотрим как тут все же меняется далее мы отправились в Лесенье в сторону Таллина мы отправились через Пьерна то есть вдоль реческого забина вдоль реческого забина там взмоле правда оно все в льду красивые пляжи красивые сесновые леса очень мало городов здесь и вот тоже мы видим где-то остановились на перекуске побегали по этому заливу можно вопрос да разрешается ли на машине забежать там а нет нет абсолютно не забежать нам сказали так что в Латвии надо обязательно в Литве мы видели что в Латвии нужно обязательно скоростной режим соблюдать там 50 км 50 максимум ни в коем случае нельзя 51 км ну и большой штаб то есть 50 все 50 и еще сказали что а в Латвии мы видели что в истории нельзя давать взятки гаечникам вот везде нас предупреждали что там и здесь дорога находится далеко в двухстах поэтому на дороге просто останавливаешься на какой-то площадке там сделаны везде площадки ну что-то типа смотровых или каких-то для отдыха останавливаешься там а потом гуляешь по берегу то есть мы конечно не заезжали непосредственно к пляжу не искали проезда на пляж здесь недалеко не нужно костры здесь недалеко находится музей барона мюнхарзена тоже такой частный музей тоже энтузиаст сделал частный мюнхарзен мыза написано первое слово мыза что такое мыза это новый туристический феномер мыза в ритве и в Латвии это что-то типа поместья такого ну шортного хутора но такого богатого хутора где восстановлен дом основной и восстановлены дома прислуги и вот это место как раз для отдыха на переродке где человек может остановиться и побыть в сельской местности причем вот это популярное место средства развлечения сейчас в Бегалкуке именно мыза в данном случае назван Мюнхарзен и вызов и музей дело в чем что как раз род Мюнхарзен оттуда оттуда и это Россия всегда для Европы была чем-то таким загадочным странам диким и прочее и а тут один из местных жителей там был на службе и много рассказывал об этом причем рассказывал с удовольствием его все слушали а он понимая что к этой территории относится очень так вот с интересом он все приукрашивал был хороший рассказчик и его все хорошо знали поэтому так и ушло в историю здорово ну там вот 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 его письма Раймонд Пауз там что-то типа мадам Джософ таких же скульптурных музеев Раймонд Пауз почему грустный потому что он рекламирует какой-то немалатышский банк и держал деньги до последнего там все свои деньги которые он заработал больше чуть ли не миллион евро больше вот он их держал он всем говорил что я там держу а банк так и прогорел и он должен лучше вот в таком любите и изображен здесь тоже мы где-то путаемся в Эстонии в Эстонии один из городков вообще в Эстонии главный город Тая город на море это Пиарло находится вот здесь Пиарло Эстония она другая Эстония она вообще считает себя не Перебалтикой она дистанцируется от Перебалтики и считает себя позиционирует себя северной Немного северной то есть это очень закрытый народ он даже более закрытый чем Шевелин и эстонский язык очень сложный очень красивый супер красивый то есть он такой пейнучий но там например там со стороны горизонтов все языки 4 но запад восток север-юг у них 8 вот он такой из них мореходов и мы сняли домик ну не сняли а после на ночь заказали в Пермах нас встретила пожилая женщина в шляпке знаете такой вот хотя было уже 8 часов вечера встретила в шляпке так нарядно как будто по разлуке мужу не умер она говорит сейчас я вас заседаю и пойду на фитнес там на ромнику зачитаем а ей же лет наверное ну не знаю не за 60 лет так лучше вот вот это новые испанские дома то есть вот такие очень чистого крови даже вот дома как наши похожи на наши души хрыши но они такие все аккуратно и пиармах это был курорт натуральный курорт как вот у нас социалистические курорты с большими зданиями на берегу эти здания сейчас охренне сильно что они не так работают как но они вот и сейчас такие приличные и ниже и ну эстонский флаг эстонский флаг эстонский флаг Джерасон если посмотреть на все флаги мира то эстонский самый такой ну какой-то ненарядный шлем Джерасиний и белый откуда он произошел он произошел этот флаг студенчества Тартовского университета Тартовский университет ну тот который дал жизнь нашему университету в частности потому что мы на первой грови сюда многое приехали то есть как раз нашли уже и это в 19 веке студенчество бывшего у него профсоюза это флаг профсоюза студентов Тартовского университета здесь смысл вот этих полос какой по-моему так черная земля через синее небо чистая совесть понимаете и потом когда эстония это стало где-нибудь государство и стало вопросом оказалось что эта идея она самая какая-то интересная хорошая и вы ее взяли не уменьшил очень не уменьшил Таллинн мне казалось еще в советское время самая красивая города в советском связи два это Таллинн было и восток всегда казалось что и по всем декорациям ландшафтам там по описанности ландшафт Таллинн это это главный собор Таллина это церковь святого Олилиста или Олафа я сейчас называю тоже эфиранская церковь а это тоже церковь святого Игруста и второе это улочки старого Таллина мы жили вот 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 здесь вот сняли тоже нам комнату вот здесь когда жили здесь в Таллине отношения в Таллине очень хорошие к русским потому что 25% жителей во-первых в Таллине это русские и причем они самая динамичная часть города там работники сервисы еще что то есть русская речь в Таллине если в Таллине наоборот это вот эстонский угол это здесь русские понимают все и с удовольствием говорят и как-то тут не было проблем языковых ну я как-то раньше два года изучил эстонский и ну говорить все я не стеснялся ну по крайней мере я скажу что-то извини, что я плохо говорю и говорю что-то хотя эстонцы не очень любят кто-то учит не очень не то что не очень любят но как-то вот я помню в эстонце знаешь, что я учил и высылали мне словари и учебники ну так вот как-то прикишут что-то такое ну безнастойно вот 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 тут уже видно старый талин с крепостной стены вот этот мужчина который нам рассказывает ну не скажу что мой товарищ это альбинист известный в эстонии и мы поэтому вместе он там есть такой народ часть эстонцев называется сосед вот это православные эстонцы которые живут в Крымце с Псковской областью вот еще восточной часть Тарта он рассказывал нам о том что он сам альбинист и он занимает сейчас кровлями крыш он занимается ремонтом крови потому что он высотник и он говорит о том что работы-то нет сейчас причем каждый день живет в Политисках это почти на 100 метров от Талина купается в море даже зимой здоровье лучше и работает в Тарте но он перебивается с работы на работу потому что он говорил о том что вообще человеку внутренне свойственно трудиться я говорю встану с утра мне хочется работать а работы вообще нет я вот пытаюсь вот там найти вот там еще он говорит о том что эстонцы только голосовали все чтобы выйти из состава в Советском Союзе а сейчас они все хотят проголосовать что выйти из Европы потому что такой несвободы как в Европе они представиться не могли ну например когда они переходили на Евро им запрещали купить мешок сахара или мыло запустить в кровь то есть считалось что нельзя какие-то запаски создавать и нарушать экономическую страну что даже в Советском Союзе никого не гранило что не давали и эстонские бабушки вообще страдают от того что идут советские таблетки потому что зарубежные им не помогают таблетки я уже сталкиваюсь с таблетами в хорошем церкви но на самом деле это так то есть если врач какой-то едет куда-то в Европу к родственникам и так далее он набирает полный рюкзак всего обычных наших там королола потому что понимаешь что все нам надо есть то ли наши к этому привыкли то ли что-то лучше то ли еще что-то что еще сказать ну ну посмотрите что-то проезда не было просто уточки стоят да не как столбы например земные а что-то такое интересное там действительно узкие улочки еще понравилось то что если дом реставрируется и штукатурится но оставляется что-то вот старинное немножко вот какие-то выемки где можно было почувствовать какая стена была что здесь было раньше это вот церковь святого области как раз нет это не было извините так вот это центральная площадь старого Таллина и Таллинн это главное туристское место вообще в Прибалтике потому что очень много финнов здесь и чувствуется какой-то шум что-то еще какое-то гуляние потому что во всей Прибалтике туристов-то вообще туристы-то звери существующих природ их видны что-то гуляли вот по крайней мере в это время а в Таллине вот центр Таллина ложили видимо большие подходят паромы поддерживают люди и по центру Таллина вот они вылили вот тоже мы тут видим все это как раз президентский дворец тоже можно его фотографировать подходить там то есть в Прибалтике в этом отношении все просто то есть это вот то что вызвало отторжение у многих не только русскоязычных но и эстонскоязычных вот эстонцам не нравится вообще просто внешний вид глупый да что это такое это вот крест который крест героя дворцов за свободу Эстонии двадцатые годы значит был учрежден а он напоминает и питерские награды и получилось что это как бы что-то связано с фашистом на самом деле это изначально не связано но так получилось и в центре Таллина стоит вот такой монумент ну я говорю что даже нам очень нравится просто внешний вид такой некрасивый просто некрасивый портится это наш в центре Таллина собор собор Александра Невского он тоже в идеальном состоянии такой парень от Старого Таллина можно сказать ну это просто стены Старого Таллина а вот здесь уже подсветка есть какая-то в отличие в удивительности вот еще хочу одно объявление показать в центре Таллина окажется что вообще Прибалтика ведь очень плоско там ведь нет гор там воздушности маленькие но тем не менее там есть водопад большие водопады это водопад Ягела Йова там проходит глинт то есть уступ из ясняков из этого уступа реки падают каждая река имеет такой-либо водопад и вот наибольшей речи Ягела есть вот такой Йова водопад вот видите он довольно большой он высотой метров десять и мощная вода а вот в половоде она льется вот так вот с шумом по крайней мере вот я даже не представлял что рядом с Талином есть такой грандиозный объект наибольшей природе вообще я хочу сказать что когда горы находятся с севера а ты находишься смотришь на юг и смотришь через водопад и брызги идут тебе в лицо и солнце идёт через брызги это очень оздоравливаю вычлению очень оздоравливающее почему вот когда вы находите прибой да прибой это небольшая волна и брызги находит на лица и солнце через брызги в этот момент человек становится даже больной смотришь здоровым понимаете это известная такая не знаю чего это происходит вот это вот так Тарту это второй город Эстонии мы также поехали из Таллина в Тарту через вот этот водопад я делаю Тарту это как раз внутренняя часть Эстонии и там где университет главный располагается интересно если новое здание оно необычное оно совершенно причём не просто необычное архитектурой оно в принципе необычное это здание руло здание руло новых там особо видел и ещё что вот эта небольшая речка маяки она шириной там 60 метров но она имеет целый флот этот флот видите до навигации убран поняли все эти катера пароходики все покрашены и ждут начала навигации у нас гигантская река ничего не ждёт ничего у нас не будет вот это странно почему речной транспорт в России загнулся а там на любой речке пиарного не как пиарного доограва вия значит мярица здесь всё в порядке вот это странно то есть у нас экономика не работает в этой сфере а мы не хэплотом причём во всех других сферах чувствуется что это странно где динамики нет экономической нет просто если вы выйдете у нас на улице увидите что везут строго материала что-то там что-то строится пыль на дороге там на улице клуба ничего особо стоять а там спокойно никто никуда не дорогится видно что люди все уехали из этих стран молодёжь но по крайней мере речной этот транспорт там в нормальном состоянии хорошее сделаны все пирсы ну как положено вот это удивляет просто отношение к реке ну вот просто так раскрашено разрисовано здание стена обычная стена кирпичная старинная и вот на ней сделано такое панно картина старого университета это здание тоже сохранилось конечно тут главное здание Тартовского университета так Тартовский университета саду теперь как то к по садам отношения совершенно иное чем вот это здание Тартовского университета Тартовского университета и похоже на наш пятый корпус но такая же например Видимо, пятый корпус и копировали отсюда, просто у нас там немножко поменьше. В Тартовском университете есть интересное место, называется Ааха. Это научно-развлекательный театр. Вот на этом стуле, вот я сижу, как чувствует все трехлетний ребенок. Если он сядет на этот стул за этот стол, он почувствует себя, как это ему три года. То есть какие кружки, как он планируется за столом, как он держится. И все там настолько интересно, настолько продуманно. Нигде этих больше нет. Это эксклюзивные совершенно аттракции. Настолько там интересно семье и взрослым детям. Причем это центр университета физики. Там что-то есть физика, там география, там что-то географическое. А химики, что-то химическое, что-то смешиваю, техники, что-то там с гидроинтерстанциями. Каждый элемент очень интересен и все продуманно хорошо. Это вот дети сразу. Вот видите, это голова профессора добрая. Это вот на велосипедах можно кататься под потолком. Потому что у нас следует не падая, а не упадет. Но все равно, да? Так, замачиваю. В Эстонии отношение к ландшафту, смотрите, такое. Поля и дороги окантурины очень плотно изгородью из ели, из елочек. Причем они так варварские верхушки обрезают елочек. Ну, представляете, взять елочку и наполовину отстрегнуть, да? Я не знаю, о чем он останется. Они так отстрегают наполовину, и все это превращается вообще в непроходимую ЗАГС. И с точки зрения прагматики это здорово. А с точки зрения, я не знаю, может, консульта тоже хорошо, но вот мне как-то... Я вот елочку не стану обрезать. Это вот они вырастут, а дальше их обрезают. Я почему-то фотографию это не передаю. Это одна из мыс, одна из мыс в Латвии, где мы остановились. Ну, это, видимо, вот Господский дом, а рядышком еще дома прислуги на природе. Ну, денег на Господский дом, конечно, у нас не было. Мы остановились в домике Кузнеца. Вот это тоже какой-то домик, тоже подороже, а вот это мы за... А вот нам остался домик Кузнеца. Домик Кузнеца. Ну, ночевать чтобы здесь можно было. Никого там, естественно, нет в это время. Мы одни вовсе мы там поместим. И, ну, внутри там вот так вот все красиво, все очень хорошо. Это так называемый сельский туризм или агротуризм потихоньку у нас тоже будет развиваться. В Бернском крае агротуризм не востребован. Но во многих регионах, например, Калининградской области, там, на Алтайском крае, там уже строят рядышком со своим домом что-то для крестей. И тут так вот. Ну, это просто один из треэволюционных пунктов, если у нас... Попробуйте залезть на один, хоть на один треэволюционный пункт, да? Это будет кое-как старое сооружение, времен советских, где оно тут вот-вот свалится, какие-нибудь бревна, старые скрипящие доски, и, конечно, сюда нельзя. Здесь на 25 минут вы спокойненько подниметесь наверх и будете ливоваться очень просторами. Но у нас была другая цель, но этот район вообще в Латвии делится на три, ну, как бы герцикста, что ли. Памятник свободе Латвии – это женщина, держит три звезды. Потому что в Латвии есть три района. Районы, которые называются Курземя, вот здесь, Латгаля и Зенгаля. О, и Курземя, Бедземя и Латгаля. Это три пунктных областей. Там есть, конечно, еще как бы графство, Зенгаля, но его не определяют, эти три главные. И мы отправились в Латгалю, потому что здесь как раз были бои, и погиб дед моей женой, и мы искали макею. Причем многие латыши помогали, помогали. Оказывается, нужно заниматься. И поэтому она съездила в Подворск, где эти архивы, нашла все архивы, перечну, и затем списывалась в Искатерине. Оказывается, это целая система, и настолько там все люди помогают, и найти можно наши. Но поскольку населенный дом, который указан, оказывается, этих куторожных множеств с таким названием, поэтому пришлось. Многие люди встречались, где это место конкретное, еще больше. Тем более, он погиб не в бою, то есть бой уже прошел, и там Братск, как мы делал, он погиб уже после боя, что оно и более. И его похоронили опять. И поэтому найти, и вот оказалось, что место мы нашли, где его похоронили. Но там сейчас заповедник, причем заповедник как раз не для животных, а как бы заповедник ландшафтный, потому что там моральные ландшафты, и нельзя вот эти дюны нарушать. То есть, в принципе, это как бы зона покоя, то есть как раз это и удовлетворилось, но вот с самой командиром не нашли еще место. Дальше еще тут было. Вот этот район, где как-то с этим были. А это вот река Аквиеса, за которой были особенно большие бои, и очень много полегло людей. Причем полегло прямо в батальонах. Причем в этих списках все могилы в идеальном состоянии. Ну, в хорошем состоянии. То есть не то, что разрушены, они все там вышли. Вот тоже странная памятник как раз в войне. Погибшему самолёту там находились. А это вот тоже как раз батальон, здесь какие-то все отжимали. И рядом церковь. Церковь построена. Нас там встретили, там тоже, в общем, все, кто там служит. В общем, с удовольствием. Потому что никого нет, но тут появились, и они, конечно, были очень рады. Ну, это Дауков Пилст. Второй причине город Латвии, уже находится на востоке, на владине страны. И Дауков Пилст здесь, в общем, была большая воинская часть в Совете. Там целый городок, крепость, и в этой верности была вот что-то типа нашего уже Киева, большое училище и воинская часть. Потом, когда наши войска оттуда присутствовали в Россию в 90-е годы. Причем, как остались там офицеры-кджики, до сих пор они не граждане Латвии. И с одним мы разговаривали, мы с чем-то гражданом. Вот тот полковник там остался уже в шестайке и говорит, вот, конечно, сейчас это в замученном очень состоянии. Но, говорит, точно не видно, что мы, когда отсюда вышли, было все просто в идеальном состоянии. Все было покрашено, все было... Даже вот все лучики были такие хорошие, все. А потом выбиты стекла оказались, что все пришло в негодность. И экскурсоводы, которые ходят по Туманевски, говорят, вот что оставила советская армия после себя. Что на самом-то деле там все было идеально. И в самом Далгахтозе там, конечно, было такое состояние, тягостное у нас осталось от этого города. Поскольку он какой-то безликий, он такой промышленный. Еще вот довольно много русскоязычных, они уже чувствуют себя таким полугрошенными. А район как раз к северу, где Мадома, где как раз Макилы, которые мы нашли, он как раз такой вот какой-то активистичный. Ну и вот на этом я бы и хотел закончить. Единственное, что оказалось, что куда-то исчезли наши фотографии. Мы проехали еще по одному району из Эстонии. Мы отправились через главное туристическое место Латвии. Это район Сибуль, и Гавы, и Цессиса, и Валмия. То есть вот около каждого большого города, скажем, есть туристический какой-то недалеко город, и Центр, как скажем, первый из Кунгургубы. Так же вот как у нас в Кунгургубе, как раз этот район примерно километров за сто к Виззянской возвышенности. Там находятся два очень красивых города. Это Валмия-Энцессис и поселок Сибульда. И есть река Гавы с национальным парком. Чем это место интересно? Оно возвышенное. Это река Гавы проходит через красноцветные оборота демонские. И режет и создает интересные обрывы красного цвета. Я даже как-то набрал красную песочку. Могу его сейчас показать, если закончится, вы посмотрите. Какой там цвет? Вообще песка. И там много пещерок. Правда, эти пещерки, они считают это пещеры. С удовольствием это место. Обычно там все бегают по столице. Там кто-то бегает, ориентируется. Геотлонная трасса, горнолыжные там места. И многие жители набрали кредитов и настроили там какие-то местечки для проживания. То есть с удовольствием принимают туристов. В общем, как-то развивается там туристический сервис, я хочу сказать. Вот. Что я еще хочу вам сказать. Когда разговариваешь в Латвии, они вот что считают. Что когда они почувствовали счастливыми людьми, когда они пошли в Европу, они стали давать кредиты. То есть они были советские люди, да? И вдруг они вошли в Европу, и оказалось, что они смогут все. Влюблены в квартиру, машину, отправить ребенка учиться. Вообще, просто для них открылось все. А потом оказалось, что они все будут оказались в этих кредитах. И в принципе, конечно, они рассчитывают в основном на жизнь с Европой. То, что их дети будут где-то учиться в Европе, уедут туда работать. И удивляет то, что футера, Латвия была же сельская страна, ведь сельское хозяйство давало многое. А сейчас футера практически не живые. Сколько бы мы ни проезжали до сельской местности, крыши проваленные. Видно, что люди там не живут, у этих футера. И, видимо, при вхождении в сельную торговую организацию оказалось невыгодным. И сельское хозяйство довольно быстро, в общем, пришел упадок. Но самый более не личный такой экономический город все-таки Рига. Но он с нашей экономикой не сравнится в смысле того, что вот у нас что-то все-таки и делается. Что-то куда-то ввозят, базы работают, а что-то строятся. Там никакого не видят. Души богатые. А вообще эти страны очень интересные. Они очень красивые. Они очень интеллигентные. И такие туборческие. Они туборческие и многое, что можно у них получить со мной. И все? Уже что хотел сказать? Ну, на вопрос. Вы, вначале, говорили, как вы стартовали, как вы ждали. Ну, так, в порядке, как вы просто сказали, вы передвигались в машине или... Да. Значит, мы прибыли на поезде плацкартного района МИД. Там сели на электричку и приехали в Вильнюс. В Вильнюсе после этого переносевали и взяли машину и отправились по кольцу в Прибалтик. Лучше, конечно, чтобы у кольца вошел, чтобы не повторяли путь туда и сюда. Поэтому, а Прибалтика позволяла двинуться на север, вдоль побережья, а вернуться уже довольно далеко и чисто. Дорог там много. Дороги в состоянии не очень хороших. Многих дорог там нет. Дороги видно, что раньше были хорошие, но не узники. Они где-то имеют кореи. Там сильные ветры с моря. И часто бывает так, что хочешь ехать бестырь, не можешь, там делишь 50-60 минут, боишься, что забудет. Мы в Украине. Затем... Ну, что я еще хочу сказать. То есть мы отправились из Вильнюса через Прокай-Крауна. Затем отправились на север. Заглянули в Паневежество. Там обычный трудовой город. Там, он не исторический. И просто сказать, посмотреть, что там люди делают. Вещали, как этот город живет. Затем в Бауску. Затем в Гетграу. Потом в Югу. Рига. Дальше через Сау-Краспель. И в Зейблхайзе. Через Кярква. На Италия. Затем через... Там еще такое есть место. Тут сама. Крепость. Нижнего Крастарпа. И... Потом Тарпа. Потом заехали в Валку. По границе Сау-Краспель. Потом в Валке. Алицейсис. Сигулы. Мадонна. Даллэр Фейс. И... Опять по дороге через Утро. В Вельгуст. Я сейчас попросил сделать такую картинку. Сначала сюда. Больше не вижу. Сюда. Одну. Экранку. Лучше не видел. Другая металя. Вот здесь. Дальше. Я не собираюсь. Ну... Дело в том, что да. Мне кажется, вот если путешествовать по Беларуси, то самая аттрактивная часть находится в северной части. То есть вот от Витебска, эти все озера, подгородка. Вот эта вот часть. Ну и Брест идет. Более может быть интересной, чем и во восточной части. Ну а мы-то больше хотели сидеть в финал. Потому что в Беларуси у нас была норка. Вход туда. Вход туда. Вход туда. Вход туда. Ну да, конечно. Надо было иметь... Существуют на этой площади? Нет. Там есть всякие частные компании и прочее. Вы любите любви. Даже без правдов там были. В Литве. Но дело в том, что нас никто не останавливал. Существует с ними не разум. Но конечно кроме обычных прав, должно быть еще ключище, сущий народный прав. И мы быстро ее жесткошим. Т.е. Вход в сущность. Какая история у него здесь с ним? Там он направит больше всего и почему? Ну я могу попросить. Потому что каждое интересное. Везде, каждый день было много такого нового. И что запомнить каждый день? Я не могу сказать. Дело в том, что я где-то не был, например, в Витамистане. Мне хочется наследить. Конечно, в следующий раз я отправлюсь в Лайк-Лайк, в Рейн-Бенск, в Соли-Ипай, в Соли-Ипай, в Соли-Соли. Самая западная часть Литвы в Латвии. И вы в Витамистане. В Эстонию, где я вас позвоню, все-таки как-то больше. А вот эта часть... А расслабилась наличка или по карте? Расслабилась, по-моему, все в Венестане. В Венестане, да. Ну и карты тоже в Венестане. А меняли, получается, что в другую? Да, в Мене. В Белоруссии. Прямо там отзывы, я еще помню деньги, потому что надо было очень много останавливаться в гостинице, потом решить, что жена хотела покупать, потому что надо было покупать обратно через Белоруссию. Я решил поменять 10 тысяч. Меня долго спрашивали у меня на киоске. Так, вы хотите поменять? Я говорю, да, нужно поменять деньги. Так, вы хотите поменять, мне Белоруссии, деньги всю сумму? Я говорю, да. Так, вы хотите поменять, как говорится, деньги в 10 тысяч рублей? Я говорю, да. То есть три раза попросила женщина. Я не видала большую пачку денег. Я такой, девица испугался. Но потом оказалось, что они довольно быстро расследуются. Но тем не менее, вот такая большая женщина. Да, в Белоруссии мы были, ну, как пару, два дня и на обратном пути. Здесь мы еще платили за гостиницу. Правда, гостиница тоже интересная. Вышившая гостиница на вокзале. Высокая, еще раз, советского образца. И все, ни одно одно не горит. То есть иного, иного, иного то и нет. У администратора, если у нас есть, то нет. Ну, мы заказали заранее. И долго-долго у нас тоже по телефону спрашивали, как мы это заказали, что такое было. Правильно нас ждали. Какое? Ну, мы дали администрателю и привезли сюда. В Белоруссии она не понравилась, не понравилась. Во-первых, там совершенно нет общеки. Это говорит о том, что там нет туристов вообще. Там в обед выстраиваются огромные очереди на улице, на широком замене. К одному конференду. Больше никаких отношений. И, видимо, люди должны где-то поесть с этой городой. Они надо ходить на улицу, и на очереди, вот, представляете? Вы же, здравствуйте. Ну, где-то тут. Мы едем в Балтын, в Белоруссии. Где-то в каком-то нашли что-то. Тут было что-то ширное, невкусное, что-то такое. Знаете, вот. И поэтому я учился в Белорусской еде. А едя иногда там в другом месте, в Сельско-Месовском, как-то там что-то. В Белорусской еде. А там в Белорусской еде. В Белорусской еде. В Белорусской еде. Ну, в Белорусской еде. Ну, в Белорусской еде. Посмотрите. Мы всегда останавливались сами. И сами готовили. Все-таки, чтобы это было дешевле, утром был завтрак. Вечером был ужин нормальный. Покупали все в магазинах. Днем. Иногда мы, конечно, посещали конфеты с очень зрением. Посмотреть вообще сервис. Посмотреть, как устроено внутри. Ну, в PR, где-то в Tart. То есть, где-то были кафешки. Но это только для того, чтобы окунуться в сервис. То есть, где-то там нет. А вы, правда, в программе, в которой, что вы покупаете? Как вообще оцениваете? Возвратно. Есть ли это? Ощут границы? Что в продуктах? Ну, для приважки есть ли это? Ощутимы ли это? Ну, честно говоря, в Латвии и Литвии мы не ощутили. В основном они подороже. Вот мне это кажется. А в Латвии и Литвии мы больше. Как-то показалось, что в Литвии тоже есть. Что есть? Хочешь ли мы на общественные? Ездили на машину, ездили, конечно. Если там ощущение, что можно приехать и без машины. Пожалуйста. На поездах. На Восемьях. Я думаю, нет. Поездов там, в принципе, видимо, уже нет. Поскольку, если видишь какую-то станцию, Смотришь расписание, ничему туда не приходится, исключением одного поезда в сутки. Причем, когда смотришь, какой-то поезд, встает один вагончик. Три люди, где там остаться, почти не приходят. Там пара человек. И видимо, железными дорогами внутри очень плохо. И раньше те железные дороги, в которых сам ездил, чувствуешь, что их уже нет. Даже центральная дорога, которая идет, скажем, из реки на Тарту, там и гриппа, но только по выводчику поезда. Понимаете, потихоньку все переходит на автомашину и... Раздельного отношения есть? Отношение немножко такое вот... Вы видели несколько каких-то неприятных взглядов? Да, это было милого слышно в истории в районе Тарта. В районе Тарта. В районе Тарта. В районе Тарта. Здесь. В районе Тарта. А вы думали, если у вас есть какие-то прибавки? Да, да, да. А так изменилось? Сама прибавка на 20-20 годы? Ну, конечно, изменилось. Во-первых, стало мало людей. Почему-то куда-то исчезли люди. И люди стали какие-то очень замечтые. Когда я, например, связывался с работниками университетов, которые вот сейчас там, да, почему-то мне не удалось встретиться. То есть, я не настолько занят. То есть, со мной встречались только, видите, старые друзья, с которыми вот я общался раньше. А она только зрелищика, да. И снова встретиться, хотя списывался, когда я с собой хотела, и так вот. Просто не настолько крутится жизнь, но в целом смысле всё так чётко-чётко, что чуть-чуть, и всё время сдвигается. Это уже не было. Стало, мне кажется, более транссопрагматично, и люди... Нет такого, как раз, национального вопроса, как вот раньше. То есть, в Литве отношения очень прекрасны. Я, как я, к вашей студентке, всё ещё поднимаю руку, чтобы сказать. Я хотела... Мне очень понравилась история про то, что слияние рек — это очень здорово. Примитивно говорю, это очень географическая вещь. И я хотела сказать, может быть, вы ещё не знаете о том, что в этом году на Априоне есть слияние роли и сон. Открывается очень большой, интересный музей, вовременно общественные центры, вовременно концертный холл, который станет такой точкой притяжения. И вот концепция этого музея называется «Музей слияния». В том, что, во-первых, там будет рассказывать о географии, о культуре этой местности, а во-вторых, поскольку в общественных центрах он будет говорить о слиянии людей, которые туда будут приходить. Ну, я думаю, что географическая точка стопроцентно. Вот, например, если река начинается, да, там и часовник устраивает, там, в общем, клюшик, в котором будет тропинка, и все, и все. А мы как-то не думаем, потому что никогда река не сливается, это тоже вот яркое место, волшебное. И его надо беречь, и это и просто неинтересно. И они сливаются правы города. Как правило, на рынках, в общем. Но мы этого не видим. Мне интересно, в общем-то, в основном, больше лет, когда эта стрелка действительно сохраняется, и вот как... чтобы устроено так правильно. Ага. Воруссия. Воруссия. Да, да. Воруссия. Да, конечно, да. Воруссия. Насколько комфортно и дискомфортно было? Перешало по поводу или нет? Ну, конечно, вот по сравнению, скажем, с Норвегией, если в Норвегии путешествуем, например, там будет более тепло даже. Человек здесь все-таки... Ну, природа выражается более резкий язык, более эффективно. И понятно, что если он ведет, то он пронизывающий там. То есть, то комфортно, то тепло, может, как укусняк присал в губку, и первая шпалька. Ну, понятно, что это межлезония, но все равно нормально. Все равно нормально. Внутри шпалька и Галочка. Ворот, в конце нет вопросов. Крокорый в конце нет вопросов. Кротый в конце нет вопросов. Так это понятно, И я хотела немножечко рассказать о собственной вашем впечатлении, Когда мы нечего до 8-м год, мы бываем в Латвии. Мы жили в Люмале, жили в Лиге. И на улице приехали в Синюху. А что делали в Синюхе? Посетили там завалку, в Синюхе-Синюхе-Масте. Что там? Так совершенно времени было не очень много, но мы зашли в один банк, в один необычный музей, музей Ливов. В музей Ливов. Когда я в этом музее нашлась, у меня было такое чувство, я думаю, что было дома. И подошла женщина. Представляете, я ее живу, 200 человек. Причем, что мистя без них живет у нас. И представьте, женщина одета в национальный костюм. И тут меня это ощущение не отпускало. Я как-то разошла в один из залов. Замечательное толпо было сделано. И написано, значит, по языку конечного английского языка. Все народы, все народы. Я, конечно, быстро нашла наше народное коми. Наш первый зрительный стиль, бляшки, да? И вот действительно, то есть понимаешь, что... И она говорит, мы все сурала. Мы все вышли сурала. Она у нас дома. Мы сказали, что мы сурала. Она у нас с нами обнялась и сказала, что мы все тоже сурала вышли. Мы пришли сюда. Мы останемся здесь. И действительно, это было настолько трогательно. И вот действительно, я видела там предметы, которые я видела в больших музеях. Это действительно просто потрясающе. Потрясающе. Вот такой вот печень. Небольшой времени. А как-то по ощущениям, по сути, по деньгам везде берут каточки. Если берут каточки, мы попали очень входит. В момент 31-й шевелелады, Галина. А 1-й ноября мы делаем. И поэтому мы сурсовами не найдены. Мы достались только тапочки. Причем, вот современная лавка на улице. Открытые ряды. Улица достает, значит, эти аппаратики. И вставляет тапочку. И везде тапочку берут. И много, 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 много. Снега не было. Вообще, мы очень много. Я думал, что Лива осталось Ливенов. Я думал, что 20 человек ревелизов. Ну, здесь 200 даже взяты живут в нашу. Один географ из Эстонии, тоже врагская семья, он прислал мне статьи свои. И вот сейчас они какие. На Эстолском, в статье на английском, на немецком, на коммуне Теремлянском. в нашей газете пара а публиковали на кое-то музыку просто люди, конечно, там очень образованные очень образованные если вы поедете еще раз в тех, кто в этой аудитории я могу порекламировать есть в Калининградской области прямо на границе с Эстонией нет, с Литвой небольшая местечка, которая называется Выштынец и там есть очень хороший маленький музей который делает программу Выштынецкие сокровища в Номах они говорят о том, как Литник Примаскандии принес сюда все эти камни как они оказались здесь очень интересный какой географический набор из геологии очень интересная история еще есть очень хорошее место в сторону Белоруссии очень модный популярный Белоруссии Мирский замок я не знаю В общем, как это второй замок там, где проходят очень хорошие музыкальные фестивали по проекту, который, я знаю, что делают мои друзья если поедете, то если если проекомендовали по другим проектам или, например, на какие-то конкретные страны или в странах или в странах я думаю, интересно туда ехать сюда интересно ехать летом интересно проехать по всем побережью и по всех прибалтейских стран начиная, скажем, из Калининграда через Квадину через Курскую косу в Павланке побывая все, что побережит наверное, самое интересное будет, скажем, из Калининграда Санкт-Петербург в Калининград а у вас с визами получается все, что у вас было ну, и вы нормально отдаёте? ну, поскольку были визы это не с такой принцип а у нас еще последнее, наверное, на сегодня я в вашем разгаре по рассказе дважды услышала про невыкновенный песок а, да-да-да-да сейчас я Александр, поможете? тема тема еще сказать добавлю можно по поводу как раз по поводу тех пещерок, да? что еще уделяем? понятно вот там есть здесь но там вот эти вот оттиски и надписи начиная с 1700-х какого-то года и интересно и забавно все там все расписано начиная с 17-го века тоже интересно очень я хотела сказать что мы собираем хотя бы коррекцию песка у нас есть 27 образцов музея русские древности собираем коррекцию песка наши людей посетители те, кто бывает на пляжах разных точках вырыч а или даже прикольники сына может быть разным может быть кварцел может быть включать в кремнии от величайших патурных организмов которые жили миллион и погибли буквально вчера но если вы отправитесь в такое место мы очень признаем если не не поможете вам привезите нам песок а мы приготовим его показываем более нашей программы то спасибо до 20 Какая реакция по путешествиям будет в марте. Это вам объясняем. Последняя рекламная сегодня, 15 марта, в субботе, в рамках нашей продукции, которая условно называется «Очего мы едем», будет реакция «Тервяки соленые уши, подстроганную соль добывали». То, сколько появилось на территории Львовского края 300 миллионов лет назад, и то, как она появилась у шахмановиков 600 лет назад. Спасибо. Спасибо всем. Если у тебя не спешит, если... Подходите, в любой информации вообще нет, конечно. Подходите и... Зачетки готовьте, если кто взялся. Это песок? Да. Что это за песок? Тот красный, да? Да. Да почему не надо? Песочек, да? Пальцемники. Сидит. Такой необыкновенный. А почему, чтобы он поднялся? Нет, я не накрашивалась. Я даже не знаю, ставят ли на ногу. А песок бьет без проблем вывозить? На таможнице не остановят? Мне говорят, останавливайся. Останавливайся на противозаконном опридывании. Ну не знаю. В некоторых странах там сказали, что их останавливали. Везде, откуда я привозила, в размерах в банку с поджем. И меня там все было выпускают. Даже из Израиля выпустили с песком. Не, ну надо аккуратно быть. Две таможни. Две таможни могут быть. И любая из них тормозная. То есть та, с которой вы уезжаете по закону. И у нас здесь. Причем вас там по нелепому поводу могут сказать, что микроорганизмы везете. Да. Ну тогда. Провозите, либо чаще всего, лучше всего провозить в ручной кладе где-нибудь. Да, маленькую банку. В маленькую банку, так, которая бы она не привлекла внимание. Или в полиэтиленовом пакете. Ну да. То, что меньше вероятности, что будет смотреть, да? Нет, у нее все равно захватывается. Ну там, может, не столько внимания? Ну так, на самолете, все равно ее пропускают. А эти настроения тоже от вашего внешнего настроения?